Здравствуйте, дорогие друзья, наши подписчики. Сегодня мы с Анастасией снимаем очередной ченнелинг. Ченнелинг будет посвящен родинкам и родимым пятнам. Сегодня немножко расширим эту тему. Уже мы немножко спрашивали в летских видео о родинках немного, но сегодня постараемся на некоторые вопросы ответили, на которые еще ранее не отвечали. Итак, первый вопрос. Родинки и родимые пятна, они для чего вообще человеку нужны? Они обычно даются для того, чтобы закрывать некие способности, которые нам еще не нужны в этой жизни. Если у человека нету вообще никаких родинок и родимых пятн. Значит, он довольно-таки развит и у него много чего открыто, много что доступно. Чем меньше родинок, тем, значит, он более развит. Чем больше родинок, значит, чем менее развит. Чем меньше родинок и родинок, тем больше. А вот родимые пятна, например, на теле большие бывают разные? Ну, смотрите, есть некоторые способности, которые могут в начале жизни, например, быть закрытыми, а потом открыться. Вот так же, как иногда родимые пятна могут просто исчезнуть. То есть могут просто остаться на том же самом месте, как отца жить. Скажем так, некая неуверенность ставить на это, но закрывать эту способность или нет? Если, допустим, родимое пятно было на ноге, например, там, на голени, да, потом оно исчезло. Это о чем говорит? Это говорит о том, что они решили, что все-таки эта способность, которая находилась, например, или та чатра, которая находилась на ноге, должна открыта быть. То есть, чем больше, допустим, родимое пятно, тем, сильнее блокировка получается. Да. Бывает еще интенсивность родинок, да, то есть и родимых пятен. Чем более интенсивно окрашены они, тем что? Чем больше интенсивно окрашены. Окрашены, да. Прямо черные такие, прямо вот ядреные как бы. А бывают светлые-светлые. Чем сильнее на этой защите поставлено. А, понятно. А вот фибромки такие, которые уже вылезают над уровнем кожи, это уже другое. То есть, на это внимание не обращают. Попилонки, родинки. То есть, главное, что вот заподлицо с поверхностной кожи не выступает. То есть, ее не чувствуешь пальцем при пальпации. То есть, ты не ощущаешь. То есть, это вот имеется ввиду, что таким образом нас, учителя наши контролируют, да? А если вот... Есть такие вот, как бы пятна, да? Скажем, когда на солнце выходишь, то есть это к этому отношения не имеет вообще никакого. То есть, главное, чтобы люди не путали, что вот эти родинки, родимые пятна, которые у человека есть, как-нибудь, да? И, скажем, вот эти вот, которые образуются пигментные пятна, да, скажем, от старости иногда бывает, да, у многих людей. На солнце выходишь прямо весь вот веснушками. Кстати, вот веснушки тоже, да, не относятся к этому? То есть, это как осознал человек, человека-создатель, да? То есть, вот захотели, чтобы он рыжий был веснушкой, значит, будет. Да. Отношения никакого не имеет. Бывает, что у родителей нет родимых пятен, но у ребёнка их несколько. Ну вот, оно не играет никакого значения, если у родителей есть, и у ребёнка это не передаётся. Ну да, то есть, это разные души, чтобы люди понимали. А когда родимые пятна имеют какую-то форму определённую, рисунки какие-то там, что это говорит, о чём это говорит? Ни о чём. Просто она больше, скажем так, больше, там, вправо или влево пространство закрывает кое-что. То есть, существуют ли такие знания на Земле, где бы вот было описано каждая родинка, например, каждое родимое пятно, что закрывает? Или эту информацию, ну, только в частном порядке можно давать? Только в частном. То есть, желательно, чтобы никто не знал, да? То есть, такой информации открыто не было. Ну, вот если, допустим, есть такой человек, там, и он знает, допустим, да, как хироман, например, вот, изучил эти все родинки, что он может знать о человеке, что плохого он может сделать другому, если он будет знать, что те или иные родинки, например, да, там, блокируют какие-то функции в организме, свои способности. А, я могу объяснить. Нет. Никто не сможет знать, что оно закрывает, потому что у каждого человека, например, у кого-то там на правой руке родинка в том, что он в месте как бы другого. И у одного человека, скажем так, это будет закрывать там, ну, например, третий голос, а у другого будет закрывать там яснослышание. То есть, оно бывает по-разному, оно не одинаковое. Поэтому никто не сможет навредить. То есть, в программу это... Им это ничего не дает. То есть, в программу это внедряется на тонком уровне и вылезает на, естественно, физическом теле, да, в материальном мире. То есть, если человек начинает эту родинку удалять, что происходит? Карма нарабатывается и не только. Нарабатывается карма, допустим. Разблокируется это место? Нет. То есть... Все равно остается. Но только человек, попытавшийся это удалить, нарабатывается карма и помимо этого, может, конечно же, если что-то не так падет с этой родинкой, конечно же, какой-то рак появится. Ну, то есть, в принципе, вот прежде чем что-то удалять, желательно обратиться к специалистам, да, которые могут посмотреть через контактеры, да? Да, но все равно, если эта родинка есть на нашем теле, то это понятное дело, что удалять ее нежелательно. Только если там она где-то наполнится, там, или не знаю, что уж жить с этим невозможно. Угу. Вот. Нам просто так удалить какую-то родинку, потому что там она на шее, и это единственное... Ну, то есть, грубо говоря, все невусы, опухоли, как бы, да, доброкачественные всякие, злокачественные, все, которые вылезают, как бы, это, в принципе, уже совершенно другое. Да. То есть, там надо разбираться, карма ли это, жизненный рог или просто приобретенная. Человек как-то может повлиять на изменения в родинках? Нет. Ну, допустим, человек развивается, хочет развиваться, сущности уже могут увидеть, что есть желание, и он это делает, не просто желание, и таким образом, как бы, могут пойти навстречу какой-то. Враченьки, вещь такая, что если они поставлены в начале жизни, их очень редко удалят, очень. То есть, это можно, там, медитировать каждый день, там, по восемь часов, чтобы удалили. Угу. Угу. Чтобы дали. А так, потому что, получается, где оно закрывается, это именно те супер большие какие-то способности, это заработать там, не знаю, сколько там, или какие-то способности, чтобы левитировать, чтобы там, не знаю. То есть, те, которые покажут, что еще нам не нужны. Угу. Поэтому, вот, на нашей земле, в основном, они не удаляют и не убирают. То есть, как они поставили в начале, так и до конца. Что же в 치те? Какой интересный вопрос. Есть люди, у которых родинки прямо в глазу находятся? Нет. Почему именно, вот, в этом месте? Нет. Я знаю, что там месте, что-то надо была закрыть. Даже переб伝oанна. О, что наухе? Что речь? Да. Что на ухе? А есть, наверное, родинки, например, внутри тела? Нет. То есть, только на коже они видны? То есть, именно, что визуально это? А почему их вообще должно быть видно? Почему они не сделали, чтобы, например, их не видно было? для чего да то есть просто так решили чтобы кому-то легче определять было кто считает информацию я не знаю как талончик там где-то там прошелся там не знаю или магнитной полоса где-то карточку проявить и влияет ли питание его жизни на родинке вообще никак и на родимые пятна тоже конечно же когда темные вот самый интересный такой вопрос я думаю когда темные вмешиваются в программу светлого и души они тоже как-то с помощью родинок родимых пятен что-то контролировать то есть они не имеют доступ к этому вообще никак это очень хорошо ощущено потому что например если кому-то в жизни не он даже не додумывается что такое существует а не знаю левитировать или просто люди например то если темные сущности это ему откроют или там все это по случайности то этот человек просто не поймет это и можно себе навредить если это какая-то такая способность большая или навредить другим или в конце концов просто считать себя больными там с остальной и поэтому очень хорошо скажем так закрыто все это еще такой очень интересный вопрос мы там уже говорили об этом вернее я наверно больше своим клиентам говорил в частной консультации когда темные ставят мычки и были уже такие клиенты которые находились на теле там небольшие пятны там маленькие красные там еще какие-то сущность реально подтверждала что это маячки вирусные которые оставляют темного они проявляются на физическом уровне на коже бывает но очень редко потому что обычно они пытаются без этого то есть бывают какие-то дефекты поэтому они появляются когда они кому-то маячок оставляют или на кого-то ну вот у них какие маячки бывают он может в трех словах рассказать или это нельзя говорить допустим когда они ставят например да там вот как человек обычного понять например без контактера например что там вот у него еще не понимаешь никак потому что они могут быть разными они могут быть похожи на все остальные или могут просто быть они могут выделяться могут не выделяться но если выделяются то что опять же ты говоришь родинки не ставят они не делают ну ладно очень редко все-таки делают иногда бывают какие-то дефекты ну в смысле дефекты дефекты имеется ввиду если они в основном это не должно быть в основном это случается только за то что что-то не так пошел как я говорю дефекты то есть появляются вот эти пятна ну то есть в принципе когда они работают то есть это не видно когда ты что-то неправильно сделали не могут проявляться тогда хорошо все тогда на все спасибо что то еще хочет добавить по родинкам на него пятом что может быть мы не спросили что важно знать на других монетах тоже так контролируют с помощью родины то есть если тела нету то контролируется это каким образом через душу там уже через программу все-таки есть или какие-то планеты тоже на физическом теле что-то проявляется всех очень много хорошо заканчиваем это видео всего самого доброго подписывайтесь на наш канал пишите комментарии всего вам доброго до свидания